Друзья мои, добрый день. В июне этого года многие ростовские СМИ опубликовали статьи о предстоящем ремонте на трассе М4 с пугающими заголовками о том, что участок трассы М4 Дон под Ростовом на 1087-м километре на год закроют для проезда и предлагались пути объезда. Собственник дороги компания Росавтодор также подтвердила эту информацию и сообщила о том, что с 15 июля изменится схема движения на трассе М4 Дон в районе путепровода на 1087-м километре. Согласитесь, это довольно тревожная информация для всех отдыхающих, которые планируют поездку на юг по трассе М4, учитывая, что начало ремонта планировалось в самый разгар летнего сезона. Подробно эту информацию, а также возможные последствия предстоящего ремонта мы с вами разобрали в предыдущем видео, которое собрало огромное количество просмотров. Если вы его до сих пор еще не посмотрели, то я вам очень рекомендую. Ссылки находятся в описании и в подсказках. Это видео для тех, кто писал в комментариях, что планировал свое путешествие как раз на это время. Сегодня 17 июля. Идет третий день запланированных работ. И сегодня, благодаря нашим профессиональным корреспондентам, которые стремительно мчатся по трассе М4 в сторону Теплого моря и любезно предоставили нам это видео, у нас с вами появилась информация с места событий. Мы с вами очень подробно сможем увидеть, что происходит на трассе и на путепроводе, а также то, как это повлияло на движение транспорта на М4. Сейчас перед нами тот самый путепровод. Как мы видим, работа на объекте до сих пор не начата. Движение транспорта по путепроводу продолжается, и успешное начало работ никоим образом не отразилось на движении транспорта по М4. Желаю всем приятного путешествия и хорошей дороги. До встречи!